И третье задание, с которым вы можете столкнуться, когда вас просят построить сечение, это построить сечение перпендикулярно какой-нибудь прямой. Для этого вам нужно вспомнить признак перпендикулярности прямой и плоскости. Прямая у нас перпендикулярна плоскости, если она перпендикулярна двум пересекающимся прямым, лежащим в этой плоскости. Соответственно, если вам дана точка из каждой прямой нужно построить плоскость, то вам нужно через эту точку провести две пересекающиеся между собой прямые, которые будут перпендикулярны этой прямой. И эти две прямые зададут вам вашу плоскость. Ну и давайте для примера рассмотрим правильный тетраэдр S-A-B-C. Пусть S-O это его высота, пусть на высоте S-O лежит точка Q, и вот через эту точку Q вас просят провести плоскость перпендикулярно прямой M-N, где точки M и N лежат у нас на ребрах S-A и S-B. Итак, как в этой ситуации поступать? Первоначально точно так же, как мы поступали с параллельностью. То есть давайте зафиксируем плоскость, в которой лежит наша точка Q и в которой лежит прямая M-N. И в этой плоскости через точку Q мы проведем прямую, перпендикулярно прямой M-N. Вот здесь ситуация несколько посложнее. То есть по сути для того, чтобы построить ваше сечение, нам сейчас понадобится построить вспомогательное сечение, вот эту вот вспомогательную плоскость, в которой мы будем проводить нашу прямую. То есть сейчас мы строим вспомогательную плоскость, в которой мы будем проводить прямую через точку Q перпендикулярно M-N. Значит сейчас нам нужно построить сечение нашего тетраэдроплоскостью Q-M-N. Что мы для этого делаем? Пусть АА1 и ББ1 это медианы, бисектрисы и высоты, основания, которые у нас пересекаются в точке У По определению правильного тетраэдра Итак, давайте соединим точки Н и Ку и продолжим этот отрезок до пересечения с прямой АА1 Потому что обе эти точки лежат у нас в плоскости АСА1 И таким образом мы получим точку Е, которая будет лежать в нашей вспомогательной плоскости Давайте также продолжим прямую МН до пересечения с прямой АВ И получим точку Ф, которая также будет лежать в нашей вспомогательной плоскости Ну, потому что она лежит на прямой МН Обе эти точки Е и Ф, они лежат в плоскости АВС Значит, я могу их соединить и получить прямую, по которой моя вспомогательная плоскость пересекает плоскость основания Это у меня прямая FT. Но меня от нее интересует в данном случае как раз-таки вот эта точка T, которая лежит на отрезке AC. Теперь я могу эту точку T спокойно соединить с точкой M, и у меня получается вот такой вот треугольник NFT, в котором лежит прямая MN, в котором лежит моя точка Q. Теперь в этом треугольнике я через точку Q провожу прямую перпендикулярно прямой MN. Пусть она, эта прямая, пересекает прямую MN в точке K. И также я понимаю, что заднюю грань, то есть грань ASC, эта прямая пересечет в точке P, причем эта точка P лежит на моей прямой NT. То есть она лежит внутри моей грани. Так, отлично. То есть я уже получила две точки, помимо точки Q, точку K и точку P, которые лежат в искомой плоскости. Теперь мне нужно провести еще одну прямую, которая будет перпендикулярна прямой MN. Я могу ее провести также через эту точку Q, а могу ее провести через любую точку прямой KP. Потому что самое главное, чтобы эти две прямые у меня пересекались. Ну и логично здесь мне проводить эту прямую через точку K, потому что точка K у меня лежит на прямой MN. Все это у меня находится в передней грани, в грани ASB. И здесь мне, как нигде в другом месте, удобно проводить прямую перпендикулярно прямой MN. Ну вот давайте проведем эту прямую. Пусть эта прямая у нас называется ZR. Таким образом я получила еще две точки Z и R и сторону, соответственно, ZR из плоскости моего сечения. Все. На этом этапе, опять-таки, можно уже не пользоваться в дальнейшем тем, что моя плоскость должна быть перпендикулярна какой-то там прямой. Я получила уже три точки, не лежащие на одной прямой. И я могу устроить сечение дальше, уже пользуясь самыми базовыми фактами. Итак, что я вижу? Я вижу, что моя секущая плоскость пересекает плоскость ABC в точке Z. Значит, если я получу еще одну точку, которая лежит в плоскости ABC, то я смогу ее соединить с точкой Z и получить сторону моего сечения. Вот давайте это и сделаем. Мы уже делали это в самой первой задаче. Что я для этого сделаю? Я рассмотрю точки P и Q. Эти точки у меня лежат в плоскости BSB1. Давайте найдем, где вот эта моя прямая пересекает прямую BB1. Итак, мы нашли точку X, как точку пересечения прямой PQ с BB1. И эта точка X лежит и в плоскости моего сечения, и в плоскости ABC. Теперь я спокойно соединяю эту точку X с точкой Z и получаю сторону ZY моего сечения, где Y у меня лежит на ребре AC. Теперь я вижу, что Y можно спокойно соединить с моей точкой P. И таким образом я получу отрезок YL, по которому моя секущая плоскость пересекает заднюю грань, то есть грань ASC. И теперь точку L я могу спокойно соединить с точкой R, потому что они обе лежат у меня в плоскости грани BSC. И таким образом я получила свое сечение. Итак, вот таким вот образом мы рассмотрели с вами самые основные задачи на построение сечений. Это построение сечений по трем точкам, параллельно какой-то прямой или перпендикулярно какой-то прямой. И самые основные теоремы, или способы, с помощью которых это сечение можно построить. Давайте еще раз резюмируем. Первое. Если у вас есть две точки, лежащие в плоскости одной грани, значит вы их можете соединить прямой и получить сторону вашего сечения. Второе. Если у вас есть две параллельные плоскости, первую плоскость вы знаете, как пересекает ваша секущая плоскость, а во второй плоскости у вас имеется точка, то вы можете через эту точку провести прямую, параллельно имеющейся уже прямой. Третий способ. Это продление прямых до пересечения с тем, чтобы перейти в нужную грань. Скажем так. То есть найти точку пересечения прямой из секущей плоскости, с прямой из плоскости какой-либо грани, и таким образом получить точку, которая лежит и в секущей плоскости, и в плоскости, нужной вам грани. Четвертый способ. Это с помощью теоремы. Если три плоскости попарно пересекаются, то их линии пересечения либо параллельны, либо все пересекаются в одной точке. И также мы с вами обратили внимание на то, как именно в пространстве строить через какую-либо точку прямую параллельно или перпендикулярно какой-либо другой прямой. Что для этого для начала важно зафиксировать плоскость, в которой вы работаете. Чтобы понимать, где эта прямая, которую вы построите, будет пересекать поверхность вашего многогранника. Удачи вам в построении сечений. Всем спасибо за внимание. Пока-пока.